Детская библиотека С книгой «Мы растем» – сказочное путешествие. Почему решили взять сказки? Ну, потому что это первые книжки, которые читают родители своим детям. И сказки бывают разные, авторские, бывают сказки народные, русские народные, коми, зарубежные. И вот здесь площадки работают по этому принципу. Первая площадка – волшебный замок. Ее оформили по мотивам зарубежных сказок. Господствовала здесь прекрасная шахерезада, которая развлекала своих гостей веселыми играми. Также зрители могли насладиться восточными танцами и поучаствовать в сказочной фотосессии. Очень интересные конкурсы были в волшебном замке. Там мы собирали клюкву, чтобы вылечить человека. Там еще мы участвовали, нам дали сапоги-скороходы. Это были разиновые сапоги, наверное, 40-го размера. И мы бегали туда-сюда. Ну, конечно, мы проиграли, но это было интересно. Площадка, посвященная русским народным сказкам, там, на неведомых дорожках, находилась во власти Бабы-Яги. Она провела сказочную викторину, поиграла с ребятами и была готова пуститься в пляс во время выступления ансамбля «Лошкарей». В соседнем зале к себе в избушку читателей зазывала Баба Йома. Она и ее помощники представляли сказки и культуру коми народа. Сначала детей научили мастерить метлы. Вот эта метла победила, вот ей мы и бантики привяжем. Затем, во время игровой программы «Бабушкин сундук» они узнали много интересного о предметах быта, который в наши дни уже редко встретишь. Как вы думаете, что это такое? Ну, что это? Это не правда. Нет, это, вы знаете, наматывалась колеска, на нее эти крючки пьем. И рыбак ехал на лодке, и она у него раскручивалась. Ребятам рассказали о волшебстве коми-орнамента, провели мастер-класс пояса и обереги. Детский фольклорный ансамбль «Родники» исполнил старинную песню, а представитель этнопарка познакомил девочек и мальчиков с промысловой культурой, показал амуницию и оружие охотников, рассказал их историю и особенности. Это одежда изнутри, карман спереди, сзади большой карман, чтобы туда промысел совать на охоте. И охотник мог тащить до 30 килограммов на себе. При этом он шел ровно. Не то, что рюкзак, когда тащат и наклоняются, и смотрят в землю, охотник всегда наблюдал за окружающим миром. И в то время тащил промысел. Ну, вот, наверное, как-то вот в таком плане я буду рассказывать. Женская одежда, жены охотников, в чем ходили. Перемещаясь с одной площадки на другую, каждый юный посетитель мог найти для себя что-то интересное. Они нравятся, что там разные розы, крыши там, игра там с бабкой ешкой. Вот это все мы играем каждый год. В конце мероприятия среди посетителей разыграли билеты в кинотеатр. Домой ребята ушли довольные, с разрисованными лицами и новыми впечатлениями.